ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Астела Владивосток, город воинской славы на Центральной площади, стала народным мемориалом. Сюда несли цветы, игрушки, свечи. Горожане приходили как поодиночке, так и семьями и целыми общественными объединениями. Я думаю, что всем нужно задуматься, от чего это произошло. И каждому прям на себя ответственность взять. За своих детей, ну и за этих погибших. Ну, конечно, сил, крепости, тем, кто остался в этом горе, семьям. Ну, а малышам царство божие, конечно. 28 марта президент Российской Федерации подписал указ об объявлении дня траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В этот день государственный флаг и флаг Приморского края оставались приспущены. Были отменены спектакли и концерты, развлекательные передачи на телевидении. Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководители региона и его заместители, начинались с минуты молчания. Мы глубоко потрясены этой трагедией и выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. Вечером в среду жители Владивостока запустили воздушные шары на центральной площади. В основном шары были чисто белого цвета, но на некоторых можно было прочесть. Кемерово, мы с тобой. К началу акции у Стеллы Владивосток, город воинской славы, собралось более тысячи человек. Траурная акция носила неформальный характер. Многие узнали о ней из соцсетей. Сегодня мы хотим поддержать жителей Кемерово, у которых погибли дети, близкие. Мы отпустим шарики, чтобы они видели нашу поддержку, чтобы они помнили, что они не одни. После трагедии в Кемерово Генеральная прокуратура России направила поручение во все регионы страны проверить, как исполняется законодательство, связанное с вопросами безопасности людей в местах их массового пребывания. Подобные проверки стартовали повсеместно на территории Приморского края. Еще до федеральных распоряжений Виталий Веркиенко поручил провести внеплановую проверку учебных учреждений Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований арендаторами муниципального имущества. Во исполнении поручения Генеральной прокуратуры прокуратура Приморья совместно с региональным управлением МЧС организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Речь идет прежде всего о торговых комплексах, которые оснащены развлекательными центрами. Особое внимание проверяющих будет обращено на наличие и работоспособность сигнализации и средств пожаротушения. В случае выявления подобного рода нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Сотрудники МЧС России совместно с представителями надзорных органов приступили к проверке торговых центров Владивостока. В ходе рейдовых мероприятий они проверили состояние противопожарной защиты объектов массового пребывания людей. Совместно с прокуратурой в настоящее время проходятся проверки мест массового скопления людей на наличие нарушения требований пожарной безопасности. В ходе проверок проверяются состояние противопожарной защиты объектов, различных систем противопожарной защиты, как то пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, внутреннего противопожарного и наружного противопожарного водопровода и иных инженерных систем здания. Также проверяют и состояние электропроводки путей эвакуации и запасных выходов, наличие схем эвакуации, пожарных проездов и запаркованности территорий. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры и установлен строгий контроль за их исполнением. Сотрудниками торговых центров были проведены противопожарные инструктажи. Приморье планирует проверить более 100 объектов массового пребывания людей. Руководитель региона Андрей Тарасенко вместе с представителями прокуратуры и краевого МЧС обсудил дополнительные меры, как обезопасить людей. «Необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации посетители могли беспрепятственно и быстро покинуть здание», обозначил руководитель края. Глава региона добавил, что родители стали проявлять бдительность и фотографируют нарушения правил безопасности в торговых центрах. А пока жители Приморской столицы разделились на два лагеря. Одни продолжают свободно и без опасений посещать торгово-развлекательные центры и кинотеатры, а вот некоторые испытывают определенный страх. Но таких меньшинство. «Да, конечно. Сейчас даже у моих знакомых на работе барменов проходятся службы по безопасности, чтобы такого случая у нас не произошло». «Я думаю, что наведут порядки. Страха нет». «Нет, страха не появилось. Он не должен был появиться каждый день. Под машинами от водки умирает намного больше людей. А то, что случилось из-за халатности, это да. Вот этого надо бояться, надо менять». На данный момент во Владивостоке проверено уже шесть объектов. Среди них торговые центры Черемушки и Максим. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.